Самая южная точка полуострова – мыс Сарыч. Когда-то по всем этим склонам простирались густые непроходимые леса. Настоящие природные шедевры в огромном музее под открытым небом. Они протянули ветви к солнцу из глубины веков, сквозь пыль времен. Вокруг множество раз менялось всё – климат, народы, поколения, традиции. Гремели войны, бушевали стихии, государства перекраивали границы, а эти могучие великаны оставались на месте. Деревьев-долгожителей на южном берегу Крыма немало, но одно из самых знаменитых – можжевельник, растущий на мысе Сарыч, на высоте Лугерджин. Почти пять метров в обхвате, минимум две с лишним тысячи лет истории. Трудно поверить, но этот можжевельник-патриарх появился на земле ещё до нашей эры. Правда, по поводу точного возраста споры ведутся давно. В 2011 году зарубежные учёные провели радиоуглеродный анализ тканей дерева, который показал ему около четырёх тысяч лет. Хотя внешние признаки, по мнению экологов, всё-таки говорят, что растение вдвое моложе. И даже в этом случае оно может отобрать титул главного крымского сторожила у оливы из Никитского ботанического сада. Они, по меньшей мере, ровесники. Кстати, поблизости немало младших братьев древнего можжевельника. Им от 300 до 500 лет. Они свидетели истории. И эти деревья нужно охранять. Поэтому сейчас Дом природы и наша общественная организация охраны природы, защиты прав человека и исторического наследия, Мы выступили с инициативой описать эти деревья, охранять их и заповедовать. Обязательно. Мы написали письма и Путину, и представителю президента у нас, и Иванову, и в Министерство охраны природы. Мы только-только начинаем этот проект. И возможности вообще широчайшие. И очень хочется, чтобы нас все поддержали. И чтобы люди, самое главное, поддержали. Потому что вообще у наших предков отношение к дереву было не такое, как сейчас. Сейчас, согласитесь, люди смотрят на дерево, а видят пень. А наши предки смотрели на пень, а видели дерево. Участники Севастопольского общества природы, прав человека и исторического наследия планируют запустить пилотный проект по созданию каталога зеленых сокровищ Севастополя, Крыма, а потом и всей России. В перечень должны войти самые необычные, ценные, но в первую очередь древние представители флоры нашей Родины. О достояниях расскажут не только фото с текстовым сопровождением. Места произрастания хотят нанести на интерактивную карту. Общественники говорят, это привлечет внимание природоохранных структур, поможет запустить процесс паспортизации старинных растений. Многие реликты получат, наконец, статус особо охраняемых природных объектов. Но на первом этапе поучаствовать в сборе информации просят жителей и гостей полуострова. Если увидели дерево, сейчас у всех есть в портативных приборах GPS приемники, хотя бы отснять координаты и нам передать. Потом наша комиссия приедет, посмотрит и, как правило, по всем правилам оформит это дерево, закадастрирует его и поставит на учет. А потом мы эти данные, мы хотим составить полный кадастр, вот, насколько это возможно, и передадим уже в соответствующее управление, управление тоже экологией. Гибель дереву не грозит, если только люди будут относиться к нему с должным почтением. Отпечатки прожитых лет бок о бок свинцом эволюции видны невооруженным глазом. Вот ржавый гвоздь в стволе, а эти крупные ветки могли обломать для разведения костра еще в советское время. На этой территории, ранее принадлежавшей лесничеству, размещен палаточный лагерь мыс Сарыч. Но экологи отмечают, старейший можжевельник, несмотря на возраст, чувствует себя хорошо. Ствол, треснувший по центру, можно зафиксировать специальным жестким поясом, А еще нужны металлические ограды, защита от вандалов. Деревянный забор долго не простоял, рассказывает директор палаточного лагеря. Мы его уже ограживали, но у нас отдыхающие любят все время отламывать палки, куда-то их уносят. Вот в данный момент опять же произошла такая ситуация. Но мы опять его оградим обязательно, и у нас всегда там висела табличка, сколько лет можжевельнику, где он произрастает. Он у нас получается самый старый можжевельник в Европе. Проход через лагерь без цели разбить палатку бесплатный, в чем мы убедились сами. А вот за проезд на машине берут 100 рублей. И пока ограды нет, рядом со старейшим можжевельником туристы паркуют свой транспорт. Однако Виктор Попорез заверил нас. За состоянием уникального реликта и других деревьев следят, и мусор вывозят вовремя. За три года существования лагеря не раз приходилось ловить с поличным браконьеров. Информационную табличку, прибитую к одному из стволов, руководитель обещает снять. Как и убрать с другого дерева обмотку – синтетический тент, которым вроде бы пытались защитить растения от насекомых.